Тренировка каждый день 3 часа, иногда бывает 4 часа, 5 часов. Это же наша звездочка. Мы всем классом ей пожелали, держали кулачки. Это Ростов и Волгоград. Ответственный ребенок Марьям не подводит ни меня, как тренера, ни родителей. То есть она очень вкладывается и выкладывается. Мы занимаемся большим спортом в столь юном возрасте. Достигаем побед больших, высоких. И поэтому каждого ребенка, который занимается любым видом спорта, можно считать уже большим человеком с большой буквы. И раз, почему назад? Почему дергаешь кисточками? Не дергай. Куда обруч отправишь, туда и полетит. Меня зовут Марья Мисакова. Ну вот, несмотря на то, что мы такие скромные, очень такие тихие, красивые девочки, мы очень девочки с сильным характером. И хватай! За тебя его никто ловить не будет. И раз, два, оп! Марьям очень скромный и не по возрасту ответственный ребенок. Очень ребенок гибкий. Для художественной гимнастики это немаловажно. То есть у нее очень хорошие физические данные. То есть мы гибучие во все стороны. Очень ребенок старательный, внимательный. То есть ребенок слушает, ребенок понимает тренера, ребенок впитывает информацию. Это тоже немаловажно. В зале она старается выполнять самые сложные элементы. Марьяшка очень, да, такая у нас ответственный ребенок. То есть поддержка родителей тоже немалую роль играет. Родители, ну, как бы поддерживают ее во всех ее начинаниях, стараются для нее. И, как бы, Марья не подводит ни меня, как тренера, ни родителей. То есть она очень вкладывается и выкладывается. Давайте, давайте. Камила, давай в ту сторону. На другую ногу. И пусть сразу все не получается, она готова повторять снова и снова. Живот, подбери живот, подбери живот. Вот, хорошо. На живот ложись. Ложись на живот, руки вперед. Давай. Еще. Вот, голову поднимай. Даже через боль и слезы. Тяжелый труд. Ведь только так можно стать чемпионом. Вот так. Слезы, да, Марья? Ну, все, не реви. Марья не раз уже занимала призовые места. На соревнованиях очень даже хорошо. Потихонечку начали с ней работать. И прям очень резко она, то есть, прям вот вскочила, так скажем. То есть, ну, как бы, обычно детки, ну, раскрываются постепенно, постепенно. А тут раз. И у нас первое, второе. То есть выездные какие-то соревнования. Недавно команда гимнасток вернулась с победой из Ростова. Дагестан очень хорошо себя показал. И многие на соревнованиях смотрели и спрашивали, откуда девочки. И кто и знал, что с Дагестана слышали, ну, были очень удивлены, что, как бы, республика, вот, выехала к ним первый раз, и детки уже, как бы, ничем не хуже и не отстают от других. До этого наша героиня победила на первенстве Махачкалы. Со своими детьми на первенстве города Махачкалы мы выступали первый раз. И было немножко неожиданно. То есть мы не готовились к тому, что мы будем на пьедестале в какой-либо возрастной категории. А тут, как бы, девочки показали хороший результат. Ребятки, почему Самуил Яковлевич Маршак назвал произведение «Хороший день»? В школе за нее переживает весь класс. Марьямка у меня чудная, прекрасная, хорошая девочка. Это же наша звездочка. Мы всем классом ей пожелали и держали кулачки. Да, ребятки? Покажите, как вы кулачки держали за Марьямку. Как Марьямка? Каждую ее победу они потом обязательно отмечают. Не только поздравляли, но и угощались. Угощали всех. Марьямка рассматривает каждое видео с участием гимнасток. Вот так ты можешь? Так. Вот так. Так. Это как называется это? Яркий пример для нее – талантливая гимнастка Ульяна Травкина. Она очень гибкая, говорит. Да, на самом деле гибкая. У них между собой бывают такие, вот она очень гибкая, вот у нее это получается, то не получается. Я-то особо не разбираюсь. Ее самые преданные зрители – родная семья. Уроки тоже она делает, не скажу, что не делает, но больше ей нравятся тренировки, весь процесс, там все. Там девочки, кто что сказал, там что тренер сказала. Все интересно. Марьям любит придумывать номера. Она смотрит ролики, только у нас гимнастика, она повторяет себе разные музыки, выбирает, сама танец составляет. Так-то у нас тренер составляет танец, смотря на нее, да, на каждую гимнастику она сама составляет. А вот она любит тоже составлять, сама придумывать номера, там разные эти. Она тренируется даже дома. Утро школа, сразу после школы уже на тренировку. Тренировка каждый день три часа. Иногда бывает четыре часа, пять часов. Выходные, праздничные дни по пять часов. Каникулы бывают по две тренировки, по шесть часов. После тренировки уже домашние задания. Играть, честно говоря, практически времени не бывает. Восемь лет, восемь медалей. И такое же количество грамот. Это Ростов и Волгоград. Какие места? Это второе и второе. Я потом, когда на следующих соревнованиях, первое займу, потом заняла. В их юной команде немало чемпионов. В Ростове поселок Целина. Результаты тоже были хорошими, так как мы туда поехали первый раз выступать в категории А в каждой возрастной группе. Вот. И то есть девочки делали полную программу и соревновались с такими же сильными девочками, которые занимаются кто-то там пять лет, кто-то четыре года, кто-то шестой год, а мы только год. Кто-то год, кто-то полгода. Красота и грация художественной гимнастики завораживает. Но за всем этим талант и невероятное упорство. В семь лет Диана пришла в художественную гимнастику. Я тренер приезжей, приглашенный, по приглашению приехала с Волгограда. Начинала свой путь в художественной гимнастике с почти семи лет. Мне было тоже, как бы приводят детей обычно с трех-четырех. Но вот так получилось, что меня отдали в семь почти. А теперь и сама растит юных чемпионок. Для Дагестана это, в принципе, такой новый вид спорта, еще такой очень свежий, молодой. И, ну, дети очень, я бы сказала, выделила их трудолюбивыми. То есть, так как для них это что-то такое новое, интересное и красивое, особенно для девочек, вот, очень такой неспецифический вид спорта для республики. Дети очень такие прям заряженные. То есть, им это очень нравится, они горят, они хотят. На каждое такое упражнение, чтобы достичь совершенства, уходят месяцы, а то и годы упорного труда. Спина, два, три, четыре, спина, пять, шесть, спина, семь. То есть, дети приходят, разминаются. Сейчас мы разминаем, доминаем шпагатики, доминаем спиночку, ОФП-подкачка. И потом только уже работа с предметом. То есть, ну, как бы, это неотъемлемая часть, тем более для художественной гимнастики, когда девочки должны быть пластичными, гибкими. То есть, растягиваем, тянем самостоятельно и не только. Совсем скоро маленькие гимнастки уедут на Всероссийский чемпионат в Сочи. Бабочка-складочка, раз-два. Колени к полу. Руки, руки. Терпи. Руки вперед. Руки вперед, Марьям. Каждый тренер вкладывает своих воспитанников в частичку себя. Раз, мах, два, мах, три, пассе. Доворачиваемся каждый в свою сторону. Первый мах сюда. Если ко мне лицом второй мах, доворачиваемся спиной. И на пассе сразу ушли. Раз. Хочется, конечно, результата немалого. Хочется, помимо разрядов, выполнять как юношеских, так и взрослых. Но хочется довести, конечно, детей до кандидатов в мастеров спорта, до мастеров спорта. Для этого нужно очень много времени, очень много работы. Поэтому, конечно, хотелось бы дойти до какого-то такого красивого пика, до красивого финала, чтобы дети все-таки не зря этим занимались. То есть, чтобы этот труд был оправдан как у меня, так и у воспитанников моих. Ну, а Марьям продолжает упорно трудиться в зале. Она приходит после тренировок, как будто ни в чем не бывало. Она сама рада, довольна, пускай ходит. Я только за. Ее пока еще такие маленькие, но очень уверенные шаги в профессиональном спорте обязательно приведут маленькую гимнастку к успеху. Каждого ребенка, который занимается любым видом спорта, можно считать уже большим человеком с большой буквы. И Марьяшка у нас ничем не хуже и не отличается. Субтитры создавал DimaTorzok